Привет, дорогие друзья! Ну что, офис президента с нами борется, и вы, конечно, видели этот, я считаю, потрясающий абсер, когда они под видом моих партийцев вывели бабушек и снимали их издалека, но вот неудача, там оказался наш человек и снимал их вблизи. Вышло 25 бабушек-пенсионеров на банковую и обвиняют Шария в измене. Потому что он предал. А как он предал, скажите, каким образом? Он уехал в Испанию и предал нас. После этого они подоговорили, это же все стоит денег, вы поймите, от офиса президента, это все стоит больших-больших денег. Они начали разгонять эту чепуху, эту чушь по своим, можно так сказать, средствам массовой информации, но мы кавычим, это не средства массовой информации, это настоящие долбанные пропагандисты. И разгоняли они через некого Сергея Иванова. Сергей Иванов, практически штатный, наверное, сотрудник офиса президента, я говорю, Зеленский собирает лучших, я это утверждал, утверждаю, да. Ну и вот, вы знаете, что произошло в ДТП не так давно, и в нем погиб старший лейтенант полиции Александр Парфонов. Он отец двоих малолетних детей. Так вот, я вам просто скажу, вот этих вот бабушек выводил по нашей информации Владимир Петров, который обманывает Зеленского, и вот на него работает этот Сергей Иванов, да. И этот Владимир Петров прокомментировал данную гибель, написав, что мусора убили мусоров. Не такой уж и плохой день. Вот мне просто интересно, Владимир Зеленский, ну не слабо ему самому вот в таком стиле прокомментировать от офиса президента. Но если вот это вот чудо работает на офис президента, то почему бы офису президента официально не прокомментировать вот таким образом? Мусора убили мусоров, а? Владимир Зеленский тем временем меня заблокировал в Телеграме. Это очень сильный шаг, я считаю, очень все правильно. Но теперь мы займемся другим. Нам же всем интересно, кто сделал экспертизы в деле Шария. Потому что в деле Шария по госизмене кроме экспертиз ничего нет. Именно экспертизы попытались натянуть мои высказывания под государственную измену. Как будто бы это государственная измена. Я вам уже рассказывал, что там экспертизу сделали три эксперта. Юрий Ирхин, Эдуард Литвиненко и Андрей Семенец. Займемся Эдуардом Литвиненко. Начнем с него. Итак, Эдуард Литвиненко это эксперт Министерства юстиции. Мы без проблем находим его в соцсетях. А также мы его находим на сайте Трибунал. На сайт Трибунал ставят тех людей, кого сепаратисты считают причастными к убийству мирных жителей и так далее. Короче, на самом деле туда ставят всех. Участников АТО и так далее. Я вот просто сразу же подумал. А они дали проводить экспертизу по Шарию какому-то участнику АТО? Да. Литвиненко Эдуард Станиславович 16 сентября 2020 года решил искать новую работу. Но, по всей видимости, кто-то его убедил остаться на работе старой. Теперь давайте почитаем в его соцсетях, какие он выкладывает небольшие эссе. Он пишет эссе о своем пребывании в зоне АТО. Когнитивный диссонанс. В Украине три православные лавры. Все три оттяпала Москва. Я не знаю, как на это может отреагировать Литвиненко Галина Владимировна. Собственно, уроженка Москвы и его супруга. Но, вы знаете, как говорится, лично отодвинул в сторону и погнали. Тогда еще лично мы не знали, что в лавре одно время прятались гиркинские вояки. Ну, имеется в виду, вон та вот старая байка о том, что в лавре под видом монахов и так далее. Вы это все слышали. Далее идет уже жестяка. Он рассказывает о том, как они привозят гуманитарку и раздают неблагодарным сепарам. И вот один из неблагодарных сепаров, конечно же, в татуировках, матюкающийся парень, ковыряющийся, наверное, в гнилых зубах, хорошо было бы дописать, трехэтажным матом кроет, он к нему подходит, спрашивает, типа, в чем дело. А тот говорит, вот партия регионов нам дает классную гуманитарку, а вы в неправильных кульках дали, у нас все выпадает. Ну, вы понимаете, да, он же тупой сепар, да? Ну, и этот его там злится, но сдерживает себя и так далее. И позже они обгоняют женщин с детьми с гуманитарными кулечками от партии регионов и компартии. Но все эти женщины и дети не знали, что военнослужащие раздавали им не просто гуманитарку, а из своего собственного котла, то есть лишая себя еды, они давали этим неблагодарным еду. Следующий эссе, я так понимаю, навеянный японским фильмом «Семь самураев». Старший мужик, здоровенный, сепары пришли, 15 тысяч баксов потребовали, он к ним с карабином вышел, дождались, пока он куда-то отъехал, жену и двух дочерей убили, дом и фермерство сожгли, это вестерн. После похорон он собрал человек 15-17, воюет, раз в месяц приезжает к нам, оружием пополнится, данные передать, задачи уточнить. Железный мужик был, почему был? Убили его в прошлую субботу. Кто-то из своих слил, из шофера его, филин сплюнул и так далее. В общем, вы поняли уровень этих эссе. И этому человеку случайно, конечно же, поручили оценивать высказывания Анатолия Шария, которые в частности касались гражданской войны. И этот человек, который с оружием в руках был в зоне АТО, должен был оценивать высказывания Анатолия Шария, в том числе пацифистские высказывания Анатолия Шария. Конечно же, он провел экспертизу и, конечно же, он сделал заключение. 15 лет тюрьмы, государственная измена. В качестве просто занимательного штриха, данный эксперт Литвиненко Эдуард Станиславович Павел получил две компенсации на жилье. Первый раз 480 тысяч гривен и в самом конце 2019 года 1 миллион 800 тысяч гривен. Теперь займемся следующим экспертом в деле Шария Юрий Ирхин. Юрий Ирхин, давайте посмотрим сначала на его материальное благополучие. Материально у него все благополучно, потому что заработная плата в год составляет 417 тысяч гривен, гонорары 50 тысяч гривен, пенсия 213 тысяч гривен, ну и плюс пенсия жены 208 тысяч гривен. Да, у этих людей специальные пенсии. Их пенсии не похожи на пенсии обычных пенсионеров. Ну, это легко понять. Они всю жизнь проводили очень важные и нужные экспертизы. Конечно же, сумма накоплений 1,5 миллиона гривен, как у него, так и у жены 600 тысяч гривен, позволяет им активно путешествовать по всему миру. Но теперь мы переходим к интересному совпадению, к делу Шеремета. Почему мы переходим к делу Шеремета? Я вам объясню. В деле Шеремета засветилось сразу два эксперта, которые делали экспертизу по моему делу. Удивительное совпадение. Ирхин и Семенец. Изначально экспертизы по делу Шеремета отказался делать целый ряд институтов. И согласились внезапно два эксперта. Эксперты эти Юрий Ирхин и Андрей Семенец. Те самые эксперты, которые сделали заключение в моем деле. Вот, пожалуйста, в экспертизе две фамилии черным по белому. Юрий Ирхин, как это ни странно, фигурировал еще в одном интересном деле. И фигурировал даже в средствах массовой информации в связи с этим делом. Именно он проводил экспертизу в деле юриста и оппозиционера украинского Андрея Портнова. Утверждается, что именно благодаря его экспертизе суд назначил компенсацию Андрею Владимировичу в 5 миллионов гривен на адвокатов. И 1,8 миллионов гривен за моральные страдания. Вот решение по этому суду. Это достаточно уникальное решение. Ибо, в пример, в Украине обычно компенсации составляют не так много. Потому что Верховный суд назначил компенсацию человеку, который провел 5 лет в СИЗО. 800 тысяч гривен. А в 500 тысяч гривен Верховный суд оценил моральные страдания человека, который 9 лет находился под следствием. Мужчина, который провел после бездоказательного обвинения в убийстве почти 10 лет в тюрьме, насчитали 450 тысяч гривен. Также этого эксперта использовали в деле Порошенко. Вы помните, когда много пошло обвинений в адрес Порошенко, но потом они как-то все отсеялись. Именно этот эксперт комментировал неприход, к примеру, Порошенко на детектор лжи. Вернемся к делу Шеремета. Критиковалась экспертиза походки, которую делал как раз таки Юрий Ирхин, являющийся руководителем отдела психологических исследований КНИИСЭ. И судебный эксперт Андрей Семенец, а именно главная манипуляция, которая сделана в выводах психологической экспертизы, то, что эксперты-психологи взяли на себя полномочия делать выводы по биомеханике. Такие выводы эксперт-психолог делать не может. Их сертификаты психолога были использованы, чтобы легализовать рядовое мнение, обычное мнение не специалистов. Итак, что нужно? Нужно в деле экспертиза, потому что без экспертизы суд провести нереально. И когда другие эксперты отказываются, появляются некоторые эксперты, которые проводят такого рода экспертизу. Они проводят такого рода экспертизу, несмотря на то, что их квалификация не позволяет проводить такого рода экспертизу. И они легализуют, потому что они якобы эксперты, они легализуют мнение какого-нибудь СБУшника, к примеру, в деле Ширия, о том, что высказывание про гражданскую войну является изменой родине и тянет за собой 15 лет тюрьмы. Эксперты подписывают экспертное мнение и это отправляется в суд. На самом деле их серьезно раскритиковали и раскритиковали настолько, что дело дошло до дисциплинарных производств в отношении обоих экспертов. В дальнейшем они несколько раз не являлись на заседании Минюста по рассмотрению жалобы касательно их. В результате получили дисциплинарные взыскания. Этих же экспертов обвиняют в фальсификации экспертизы в деле про убийство членов мобильной группы по борьбе с контрабандой Андрея Галущенко с позывным Эндрю и сотрудника фискальной службы Дмитрия Жарука. В результате этой экспертизы один военнослужащий находился в местах лишения свободы, второй на домашнем аресте. По итогу оказалось, что экспертиза не чистая. Следующий эксперт в деле Шария это собственно и есть Андрей Семенец, о котором я уже рассказывал о том, что он присутствует и в деле Шеремета. С ним ничего особо интересного нет, разве что то, что ему удалось купить дом на 75 метров в селе Коцубинское под Киевом менее чем за 9 тысяч долларов. И для сравнения просто в том же селе дом на метражом 80 метров без ремонта стоит 120 тысяч долларов. Ну а теперь мы переходим к главному. Через кого решаются такого рода вопросы и через кого делаются такого рода экспертизы. Это некто Александр Григорьевич Рувин с 2010 года, он является главой КНИИСЭ, где проводятся такого рода экспертизы. В средствах массовой информации сообщается, что на протяжении этих лет, которые он руководит, собственно КНИИСЭ ему удалось заработать порядка 20 миллионов долларов. Мы не знаем насколько это соответствует действительности, но вот здесь вот следует перечень предприятий, которые прямо или опосредованно принадлежат этому гражданину. В средствах массовой информации сообщается, что было уволено порядка 20 высококлассных специалистов из КНИИСЭ, но зато были привлечены к работе люди, которые могут делать экспертизы и не задавать вопросов. К примеру, в 2019 году сообщается, что этот Рувин помог главному военному прокурору Матиусу легализовать анонимную записку от сотрудников государственной налоговой службы, что позволило Матиусу провести массовое задержание. Впоследствии рассказывается, что сотрудники налоговых органов, которые были, собственно, задержаны, элементарно откупались. Это такого рода бизнес-проект. Крайне интересная экспертиза была проведена касательно минометов, произведенных на предприятиях Порошенко. А именно было сказано, что минометы произведены правильно. И то, что погибли десятки украинских военнослужащих, это, скорее всего, вина самих украинских военнослужащих. Напомню, эти минометы просто взрывались и военнослужащие гибли. Интересна вот эта вот встреча, которая зафиксировала Александра Григорьевича вместе с Александром Грановским. Видите, на заднем фоне Александр Грановский. Александр Грановский, если вы, конечно же, помните, являлся решалой именно Порошенко. То бишь, происходит встреча, а потом происходит решение о том, что минометы-то были и неплохие. И заслуживает отдельного внимания, перечень недвижимости, которую, как сообщается в средствах массовой информации, владеет Александр Григорьевич. А именно, апартаменты в Израиле, апартаменты в Дубае, две квартиры в Киеве, загородные дома стоимостью миллионы долларов. Ну и там много чего записано еще на жену. Автопарк также заслуживает отдельного, самого пристального, наверное, внимания правоохранительных органов. Но дело в том, что правоохранительные органы свои и не интересуются этим добром. А вот это вот сын нашего героя. Увлекается он играми, отнюдь не настольными, можно так сказать. Как сообщается, проживает он вот здесь. Вот парень взрослый, 97-го года. Это уже личные фотографии, в принципе, засовывание долларов во все известные места. Вот здесь вот он с папой. А вот здесь вот он в частном самолете кушает завтрак. Здесь, вероятно, за любимым делом. Смотрите, дорогие друзья. Эти эксперты взялись не просто так. Эти эксперты в деле шария назначены. Эти эксперты в деле шария посоветованы. Эти эксперты не просто эксперты, а эксперты специальные, которые делают специальные экспертизы. Мы, я думаю, преподнесем этим экспертам всем и тем, кто их посоветовал, собственно, небольшой урок. И вполне возможно их немало удивим. В самое ближайшее время продолжайте следить за новостями. Дорогие друзья, на нашей стороне правда, а на их стороне постоянные мутки и фальсификации. Пока. Служба безопасности Украины обвинила Анатолия Шария в государственные изменениях. Ему приписывают подрыв суверенитета, территориальной целостности и информационной безопасности Украины. Обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Утверждают, что он разжигал национальную вражду и ненависть. Все обвинения, предъявленные Анатолию в подозрении, сфальсифицированы. Но даже эти фейковые обвинения сотрудники СБУ не смогли сфабриковать как следует. Они приписали Анатолию слова других людей. Сознательно и искаженно осветил факты и события. Применив при этом такие ложные выводы в отношении военнослужащих, как «патриотами Украины нужно называть точно не их». И относительно украинских средств массовой информации. Сила в правде, а не в машине украинской пропаганды. Настоящим патриотом Украины сейчас нужно называть уж точно не их, а, к примеру, беглого репортера Анатолия Шария. Его выдавили из страны. Как видим, СБУ приписало Шарию слова российских журналистов. По этой логике надо арестовать всех, кого упоминают российские СМИ. В том числе Владимира Зеленского. Разместил видеозапись под названием «Москвич, воюющий на территории Украины», в котором умышленно применил следующее высказывание. «Русские воюют с нацистами, армейцы – ограниченные люди, глаза как у рыбы». Русские воюют с нацистами. С армейцами, да, пересекался. Настолько ограниченные люди, что глаза как у рыбы. СБУ приписало Шарию слова комбатанта из ДНР. Если цитирование сепаратистов или представителей РФ является государственной изменой, то нужно сажать всех украинских журналистов, блогеров и общественных деятелей. Сознательный предвзято подал информацию о действиях президента Российской Федерации, а именно, что геополитические интересы Б. Путина являются главными по сравнению с выполнением Российской Федерации международного права. При этом Шарий А.А. использовал такие выражения. То, что он делает, значит, так и дано. Он не обязан думать, чтобы было хорошо Украине. На самом деле голосуют за него. В таком случае, ну, значит, это тот человек, который нужен тем людям, которые за него голосуют. Все. Я не фанатею от политики, ну, я не хочу углубляться, да, конкретно от каких вопросов в политике, там, во внешней той же самой политике. Но то, что он делает, мне кажется, это то, что ведь его поддерживают. Если поддерживают, значит, так и надо. Дело в геополитических интересах президента Путина. И он не обязан думать хорошо, чтобы было хорошо там Украине. Президент Германии не думает о том, чтобы было хорошо Польше, допустим. Ну, это объективно, это нормально. Сотрудники СБУ прямо переврали высказывания Ширия. Приписали ему слова, о которых он не говорил. Неужели их настолько шокировали слова о том, что Путин не обязан заботиться об Украине? В телепередаче под названием «60 минут» ток-шоу с Ольгой Скобеевой и Евгением Поповым от 24.05.17 распространил информацию о якобы неприятии украинским обществом деятельности государства по введению квот на использование русского языка в СМИ. Указанная информация является пропагандой многоязычия. Атриоты, которые производят контент именно в Украине, там, 95-й квартал, они вдруг сейчас начали очень сильно желать втиснуться в 25% русскоязычного контента. Пропаганда многоязычия — это выдумка некомпетентных сотрудников СБУ, а не реальная норма закона. Конституция Украины гарантирует свободное использование русского и других языков на территории нашей страны. Скорее всего, в СБУ обиделись на упоминание 95-го квартала. Или не в СБУ, а Владимир Александрович. Шарий, находясь в неустановленном месте путем интернет-видеосвязи, выступил на телеканале «Россия-1» в телепередаче «Кто против?». 16 декабря 2019 года, находясь в неустановленном месте путем прямого включения, выступил на телеканале «Россия-1» в телепередаче «Кто против?». Смотрите, вот Анатолий Шарий продолжает свое расследование в делу Майдана. Там все время вскрываются любопытные факты. Давайте посмотрим. Там производят взрывчатые вещества, и надо что-то с этим делать. То есть надо проводить антитеррористическую операцию. Анатолий Шарий не выходил в эфир «Россия-1» в указанные дни. Российские журналисты просто цитировали Анатолия и давали в эфир записи с видеоблога «Шария». При этом данные о взрывчатых веществах на Майдане, которые обнародовал Анатолий, были собраны сотрудниками СБУ. Значит ли, что и сотрудники СБУ совершили госизмену? 7 ноября 2020 года Шарий использовал такие ложные и оскорбительные высказывания. «Тупые свиньи из СБУ. Политическое преследование. Этой действующей недовласти. Преследование главы оппозиционной партии, который очень сильно печет этой действующей недовласти». Указанная информация, согласно заключению экспертов, формирует у целевой аудитории недоверие к существующей власти и деятельности СБУ. Недоверие к СБУ формирует политические репрессии и давление на оппозиционные силы при помощи неонацистов. А высказывания Анатолия защищены Конституцией Украины и являются правом на свободу слова и свободу мысли. Подозрение Шарию от СБУ является лучшим доказательством политических репрессий в Украине. Зеленский. Прекрати репрессии.